Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы обсуждаем притчу о талантах. Она изложена в 25 главе Евангелия от Матфея, 13 стих. «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талантово в землю, вот тебе твое. Господин Живо сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать сребро мое торгующему, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Однегодного раба бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказався, Иисус возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Притча о талантах дополняет притчу о страшном суде и рассказывает нам, как Господь будет судить людей. В этой притче есть два очень удивительных откровения. Первый из них. Человек, окончивший свою жизнь угодно Богу, встречается Божьими словами. Войди в радость Господина твоего. Вот это еще одно наименование Царства Небесного. И Царство Небесное — это радость. И когда Господь говорит «Царство Небесное внутри вас есть», Он говорит и о радости, которая должна светиться в нас, в христианах, еще в этой временной жизни. А входим мы в нее окончательно по милости Божией тогда, когда будем спасены им после окончания земной жизни. А второе — это тьма внешняя. По-славянски тьма кромешная. Более точный перевод. Кроме значит «вне», «без», «вне круга охвата». Вот тьма кромешная — это тьма там, где нет Бога. И это и есть самое, может быть, точное, самое важное определение, когда мы пытаемся понять, что такое ад. Ад — это там, где находится человек, который добровольно живет вне Бога. Который не хочет жить в его присутствии. И он логично получает в загробном мире то, к чему он стремился в этом мире — к жизни без Бога. Вот тьма кромешная, где плач и скрежет зубов, то есть человек плачет, и от отчаяния, что он сам потерял то, что Господь хотел ему дать, сам отказался от этого. Он скрежет зубами. Вот это вот такое описание вот этой муки. У Ситиклиана Златоуста есть такие слова. Он говорит «Нет больше той муки, как видеть кроткий лик Христа, навсегда отворачивающийся от тебя». Вот это как раз можно эти слова как толкование на тьму кромешную. Но сама притча о талантах, для того чтобы мы ее поняли, она должна сначала быть объяснена в терминах. И надо договориться о том, что такое талант. Потому что сейчас понимание таланта совершенно другое. Абсолютно не такое, как это слово употреблял Христос. Для Христа и его современников талант — это мера веса драгоценного металла. Редко золото, чаще всего серебра. Талант серебра — это очень большая мера. Это совсем не расхожие деньги на еду или на что-то еще. Думаю, что за талант серебра можно было купить несколько рабов. И это вообще мера взаимодействия между, говоря современным языком, государством, другим государством, крупными структурами или большими какими-то торговцами, богатыми людьми. Так вот, для Христа талант — это мера веса, под образом которой он предразумевает дары, данные им, богом, человеку, которые должны послужить во спасение, которые надо умножить и которые должны привести ко спасению. Сейчас под талантом мы понимаем совершенно что-то другое. Мальчик хорошо играет на скрипке, он талантлив. Девочка хорошо танцует или решает, как семечки щелкает, задачки по математике на два класса старше. Кто-то прекрасно водит машину, кто-то конструирует. Это талант. Кто-то поет песни, кто-то пишет книги, кто-то играет в кино. И вот это талант. Этот талант, если человек состоялся, допустим, как эстрадный певец, он реализовал. Если он хорошо поет, имеет прекрасный слух и может держать публику в течение долгого времени, но он не стал известным певцом, он свой талант закопал в землю. Сейчас, к сожалению, в понимании таланта современное общество пошло еще дальше. Если он хорошо умеет петь, и даже если он на сцене мил и люб зрителям, но он не заработал на этом денег, то он зарыл свой талант в землю. То есть сейчас талант воспринимается как то, что монетизировано в славу или одновременно в деньги. Конечно, для Христа талант совершенно что-то другое. Для примера опишу вам двое похорон, на которых мне, как священнику, приходилось совершать быть, перед этим совершая таинство отпевания. Первый умирает и один очень прославленный еще советского времени конструктор. Это было в 90-е годы. Создатель закрытых заводов, целой цепочки технологий, в подчинении которого было огромное количество людей, конструкторских бюро. Человек имеет много-много патентов. Идет почетный караул, раздаются выстрелы. Для человека невоенного непривычно пахнет серой, сженым порохом. И так неприятно это очень воспринимается на похоронах, честно говоря. Вот несут подушки с орденами, венки от всех ведомств. Заместитель ведомственного профильного министерства зачитывает какую-то памятную речь. Никто не плачет. Родственники. Немножко глаза мокрые у родственников. Но разговаривая с родственниками, потом и во время вот этого прощания, и слушая внимательно, что они говорят, особенно когда они уже выпили по несколько рюмок, я понимаю, что все рады тому, что он умер. И это страшно. Это страшно, потому что он всех мучил всю жизнь. Он ломал людей об колено. Он сломал судьбы жены, детей. Он, думая, что он разбирается в конструкциях, там, допустим, ракет или лодок под воду, я не знаю чего. Не мое дело. Он думал, что разбирается и во всем остальном. И жестко, авторитарно раздавил судьбы всех окружающих людей, и большинства подчиненных. Никому никогда не шел навстречу. Выжимал до конца, как лимон, и выкидывал, ломая судьбы своим подчиненным, талантливым, менее талантливым. И, в общем-то, все рады, что его больше нет. И вот вся эта слава, все эти премии, все эти дачи, которые у него были государственные, все эти лавры, все эти дифирамбы, которые ему пели, и руководящие должности, которые он занимал, что они будут стоить в очах божьих? Если он не оставил по себе людей, которые его любят. И второе отпевание. Не очень большого чиновника. Примерно 200 человек на отпевании. И на похоронах. И вот плачут родственники, как обычно женщины. Плачут половина женщин-подчиненных. И мужчины плачут. И когда я спрашиваю, они говорят, мы понимаем, что у нас больше никогда не будет такого руководителя, который был так к нам внимателен, так нас защищал, так нам помогал, организовал любую помощь, которая была в его руках, и был вот таким родным человеком. Понимаете, что такое начальник? Он пришел, ушел, ты выполнил, сдал работу, получил зарплату. Но этот человек был больше, чем начальником. И вот он не добился того, что добился первый. Но, наверное, его работа в очах божьих значит значительно больше. Поэтому нам и говорят, что стяжи память смертную и вовек не согрешишь. Потому что если оценивать достижения талантливого человека, исходя из слов Христа, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою, вот в момент ухода все эти песни, все эти сыгранные роли, что они будут значить? Для Господа человек прославленный это человек, находящийся в страшной опасности. Человек, которому нужно очень много внутренних сил для того, чтобы противостоять тщеславию, знаменитости, славе, когда тебе все помогают решить все вопросы, все идут тебе навстречу. И ты постепенно начинаешь чувствовать себя не таким человеком, как все остальные. Кстати, сейчас еще одна категория, по которой современный человек, особенно молодежь, к сожалению, воспринимает, что такое талант, это когда ты не такой, как все остальные. Неважно, с плюсом или с минусом. Главное прославиться, главное, чтобы о тебе говорили. Потому что это как-то можно обозначить, как выход из серой массы и, возможно, потом во что-то превратить и даже монетизировать. А как этот талант может помочь тебе в Царстве Небесном? Вы знаете, есть очень интересный ответ у древнего святого, преподобного Макария Египетского. Это вторая половина четвертого века, начало пятого. В его времена, во времена поздней античности, ни певцов, ни скульпторов, ни мозаичистов, ни живописцев, ни актеров не выделяли так, как сейчас. Они не то, что элиты не были, они были просто ремесленниками. И все. И был только один талант, который воспринимался так, как сейчас мы его воспринимаем. Этот талант ораторский, риттерский. И вот преподобный Макарий Египетский говорит о том, что если этот человек начинает собой гордиться, если он не понимает, что это талант данному от Бога, если он не благодарит, если этот талант не употребляет в творение добра, а во что-либо другое, у него такие удивительные слова, то ангел промысла отходит от этого человека. И человек впадает во всякое непотребство. Прежде всего, во всякие блудные грехи. И вы можете купить, например, журнал «Семь дней» и потом найти журнал «Семь дней» там пятилетней давности. И почти все, кто пять лет назад рассказывали о том, как надо строить счастливую семью и как они счастливы, через пять-семь лет они будут говорить о том, что их предали, о том, что развод, и вот теперь уже в пятый раз он женится, и поэтому, конечно, он хорошо все знает и будет счастлив. А Господь говорит о том, что и отнимется, и то, что имеет. А в другом варианте отнимется и то, что думает иметь. Эта притча изложена не только у Матфея. Так вот, давайте подумаем. Если у человека есть талант, что с его помощью можно сделать? Во-первых, талантом можно прослужить Господу. Например, у тебя есть слух и голос, и ты даже можешь этим зарабатывать. Но ты можешь петь в храме на клиросе и можешь петь в кабаке. Ты можешь петь в театре, а, например, на страстную пасхальную седмицу уезжать в монастырь и петь там, как делал это Великий Козловский. И вся московская интеллигенция знала, что он обязательно стоит на клиросе практически всю страстную седмицу. И это была мощнейшая проповедь. Он ничего не говорил. Он просто шел в храм, и все это знали. И в Большом театре, и в консерватории, и, так сказать, любители музыки второго ряда, а их было тогда очень много, вот это были тысячи и тысячи людей, которые это знали. И это была проповедь. Если ты хороший преподаватель английского, ты можешь этим зарабатывать, возьми пять детей в качестве репетитора, от двоих возьми бесплатно из бедной семьи. И твой талант послужит Господу через людей и послужит тебе во спасение. Ты, например, хорошо рисуешь, ну, поработай где-то под мастерьем на росписи храма. Знаете, я работал, это одно из лучших воспоминаний в моей жизни. Это такая красота, это такая радость, это такая благодать. И, когда ты служишь Господу, ты еще сильнее понимаешь слова «войди в радость Господа, Господина твоего». Служить Господу — это радость. У тебя всегда доволен муж и дети и даже свекровь, как ты готовишь, ну, приходи раз в месяц в храм на праздники, помоги приготовить трапезу. Или убери храм родной, или сходи в семью, где многодетная мама зашивается, бабушек, дедушек нет, приготовь там борщ на три дня, сразу шесть литров. Вот это ты послужишь Господу своим талантом в том понимании таланта, который мы имеем сейчас. Если ты много зарабатываешь через свой талант, раздай существенную часть другим людям, найди тех людей, кому ты можешь помогать. Вы знаете, вот не так давно несколько лет назад разбилась ярославская хоккейная команда при взлете. Самолет упал, вы помните. И оказалось вдруг, что капитан команды, сейчас я, к сожалению, не помню его фамилии, что этот человек существенную часть своего немаленького заработка употреблял на благотворительность. Причем об этом не знал никто. Ни жена, ни мама, ни папа. После его смерти начали приходить благодарственные послания и письма. А последний, очень существенный перевод он сделал через терминал аэропорта. Он помогал тяжело больным детям на дорогие операции. Посылал деньги. Вот, казалось бы, какое отношение к царству небесному может иметь хоккей? Кому он нужен? Это просто вид спорта, да еще и азартный. А вот может, оказывается. Но, конечно, для Господа Иисуса Христа мира серебра весом в талант служила символом чего-то другого. Каких-то других даров и других талантов. Каких? Духовных. Например, дар утешения. Дар услышать поддержать человека. В Москве был очень известный священник, у которого рано достаточно умерла матушка. И я слышал рассказ о ней от других священнослужителей. Это было еще в советское время. Они говорили, мы приходили к таким-то домой, чтобы поговорить с матушкой, когда нам было очень тяжело, когда нам казалось, что вот эта советская действительность, а тогда священнику было очень тяжело по многим очень параметрам. Сейчас вот нас додавит до самого дна. Мы приходили получить утешение от этой женщины. Она наливала чай, она с нами говорила, и мы шли от нее дальше работать, «Господи, как на крыльях летели». Вот этот дар утешения. Сейчас его нельзя монетизировать, с ним нельзя прославиться, но с ним можно прославиться в Царстве Божьем, и им можно послужить Господу. Вот этот дар услышать другого человека. Он открывается даже в юности. Бывает, что одноклассники и одноклассницы выделяют кого-то, кому подходит говорить. Может быть, этому человеку надо бы стать психологом и помогая людям решить их психологические проблемы, постепенно говорить им о том, что грех разрушает душу, и тихонечко-тихонечко направлять их к Церкви, к Таинствам, к исцелению от Господа Иисуса Христа, к тем, кто не верит, непрямолинейно, возвращая их к евангельской системе ценностей. По-разному можно послужить Господу. И талант сердечный или дар сердечный это самый главный, наверное, талант после молитвы, после проповеди, после таких талантов, которые как бы зримо можно послужить на людях. Вот талант, который ценит Господь. Об этом даре сердечном есть замечательные слова в послании апостола Павла Коринфина. Он говорит, «Уста наши расширены к вам, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равную меру распространитесь и вы». То есть расширьте свое сердце. Вот это широкое, большое сердце, которое может принять другого человека, чтобы он просто пришел к тебе, рассказал и поплакал. это такой удивительный дар, который, если он у тебя есть, надо развивать. И посмотреть, а чем ты можешь послужить душе другого человека. Еще из этой притчи очень важно понять две вещи. Господин, уходя в другую страну, достаточно поспешно, тотчас удалился, он не говорит рабам, куда вкладывать деньги. Вообще то, что он им дает такие большие суммы, это свидетельство какого-то невероятного доверия, которое вообще превосходит положение раба. И напоминает нам о том слове, которое Христос сказал, «Я не называю вас рабами, я называю вас друзьями». И о мысли, которую доносят нам очень многие святые отцы о том, что из рабского состояния человек должен перейти в наемническое, а затем в состояние друга и сына. Вот это сыновство должно вырасти в душе человека. Он должен исполнять заповеди Божии по любви, потому что он иначе поступить не может. И это тоже огромный талант. Но вот он не говорит, «Я пошел и договорился с своим партнером, принесешь ему туда-то деньги, тебе будет столько-то, а мне будет столько-то». Он этого не говорит. Почему? Мне кажется, что Господь говорит нам этим о том, что человек призван быть творцом. Когда мы произносим веру в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца, Неба и Земли, видим же всем и невидимым, начальные слова символа веры, если по-гречески произнести слово творца, то будет поэтос, поэта, неба и земли, или всехудожника, все премудрого архитектора из разных чинов, из чина крещения, например. То есть Бог есть поэт, он творец, и человек подобен ему, и человек призван к творчеству. Кстати, по мысли преподобного Максима Исповедника, вот у ангелов, которые намного сильнее человека, у них нету дара творчества, они не имеют этой похожести на Бога. А вот человек должен творчески подойти к тем дарам, которые у него есть. И когда мы говорим, что след за святыми отцами, что духовная жизнь и молитва это искусство из искусств, наука из наук, вот это говорится о творчестве. Твори свою молитву, ищи ее форму. То, что вчера звучало и наполняло твое сердце, может сегодня не звучать, сегодня может быть надо по-другому помолиться. И очень многие святые отцы, например, Феофан затворник, говорит, что молитва, изложенная молитвословие, это учебник, по которому ты должен научиться молиться, а дальше ты должен молиться сам. В большинстве случаев мы все равно возвращаемся к учебнику, потому что понимаем, что лучше Анна Дамаскина или Златоуста мы не скажем, но когда человек боится сказать какое-то одно слово, которое не написано в молитвословии, а душа у него болеет этим словом или этой проблемой, это неправильно, и молиться надо уметь, и творить добродетели надо уметь, вот был в Москве один храм, к сожалению, он до наших дней не дожил, не пережил советское время, который назывался «На капельках». Такая знаменитая история. Откуда она? Этот храм построил один трактирщик, который на капельку обвешивал, не доливал водку, простите, своим покупателям, по чуть-чуть не доливал и эти деньги он не клал к себе в карман, а на него построил храм. Грех ли это воровство, если водка это плохо, я не знаю. Вот он, наверное, на нем исполнили слова Господа Иисуса Христа, о том, что сыны века сего во многом догадливее сынов света. Ангелу не пришло воровство. Это точно. И много таких способов разных, я не говорю, что именно так надо делать, но бывает так, что человек реализует свой талант во славу Божию, но его надо умножить. Вот это очень важная мысль из этой притчи, которую мы должны понять, которую должны научиться. Например, мальчик родился в интеллигентной семье, где никто никогда скверно не ругался, не сквернословит. И он никогда всю жизнь свою не ругался. Этот добродетель да, это умноженный талант, нет, он не приобретен. Ему это было несложно. Он научился у отца и матери, дедушек и бабушек так. А другой парень родился в семье пьющих социальных, родителей, где матом только разговаривали. И он поступил в учебное заведение и огромным усилием воли перестал материться. Это добродетель, да, это умноженный талант, безусловно, потому что это очень сложно. Если человеку сложно бороться своими страстями, но он борется ради Господа и собирает себе навык добродетели, это и есть умноженный талант. И вот Господь говорит нам о том, что ты должен чуть-чуть подвинуться, поэтому христиане это все подвижники, употребить усилия. Царство Божие силы уберется, употребляющие усилия, входят в него по-славянски нужницы, то есть те, кто себя понуждают. Если ты это умел всегда, если это дано тебе от рождения, от воспитания, это не спасительно. Ты услышишь от Господа лукавый ленивый раб. Ты будешь осужден. То есть не осужден будет только тот, кто развил себе свои духовные дарования, кто потрудился, кто вспотел на этом труде, понимаете, духовно. Тот, кто сказал, вот, Господи, возьми. И если Господь так будет оценивать наши труды, то действительно нам надо трудиться. Нам надо трудиться, чтобы вот эти удивительные слова «Войди, верный раб, войди в радость Господа твоего», чтобы они не миновали нас, когда мы будем заканчивать нашу эту земную жизнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Войди» 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 «Войди»» «Войди» «Войди»